Увидеть внутреннюю и внешнюю часть плотины, прокатиться по туннелю в скале и заглянуть в машинное отделение ГЭС. По словам генерального директора Русгидро, посещение объекта позволит людям больше узнать о работе производителей электроэнергии. Запуская экскурсии на черкейскую ГЭС, мы удовлетворяем высокий интерес граждан и отвечаем на запрос руководства Республики Дагестан и турбизнеса. Особо значимо, что первые экскурсии на ГЭС Русгидро начинаются в регионе с самой высокой динамикой прироста туристов. Теперь в число достопримечательностей Дагестана обязательно к посещению появится новый объект промышленного туризма. Именно общественный интерес стал импульсом к реализации проекта промышленного туризма. По данным соцопроса, 78% россиян хотели бы посетить ГЭС. И это неудивительно, ведь черкейская гидроэлектростанция является самой мощной на Северном Кавказе. Мощность черкейской ГЭС составляет 1 миллион киловатт или тысячу мегаватт. И в данный момент мы находимся на гребне плотины черкейской ГЭС. Плотина черкейской ГЭС является самой высокой арочной плотиной в России. Высота нашей плотины 232,5 метра. А вот на гребне, где мы стоим, ширина всего лишь 6 метров. Представьте, вот такой колоссальный объем воды удерживает плотина шириной на гребне всего лишь 6 метров. Объем воды, вода, конечно, почти 3 кубических километра. Арсений Котов приезжает в Дагестан уже в третий раз. Признается, что туристических объектов, обязательных для посещения, в республике много. И теперь черкейскую ГЭС смело можно включить в их число. Следующим интересным местом можно назвать завод Дагдизель. Один из его цехов расположен прямо в море. И на него можно при желании сплавать водкой. И, собственно, на третьем месте вот черкейская ГЭС для меня. Величенное сооружение в непередаваемых масштабах. Третий раз в Дагестане. Первый раз был в 2014 году и уже видел эту ГЭС. Но ходил вокруг, в каньоне, и с далеками фотографировал. Собственно, вблизи и внутрь попасть только сейчас удастся. Возможность увидеть черкейскую гидроэлектростанцию изнутри – это не только новое туристическое направление, но и принципиально новый подход к работе энергетиков. А Дагестан стал первопроходцем на таких маршрутах. Уже в сентябре этого года туристические группы начнут посещать и крупнейшую в России Саяно-Шушенскую ГЭС в Сибири. Более 15 энергообъектов «Русгидро» по всей России готовы принять туристов. Лариана Шимхалаева, Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов. Новости НТ. Буйнакский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова